Против чего бунтовали заключенные в колонии совсем не строгого режима, это сейчас выясняют следователи в Хакасе. Они не исключают, что зачинщики могли планировать беспорядки в других исправительных заведениях, и именно для этого требовали мобильный телефон. Судя по этим кадрам, узники объявили властям настоящую войну. Унять их удалось только во время спецоперации Федеральной службы исполнения наказаний. Переговоры с заключенными длились около шести часов, но к успеху не привели. Участвовали в бунте больше ста человек. Они требовали послабления режима, в частности, возможности курить когда и где захочется. Ходить с расстегнутым воротником, снять опознавательные нашивки. Удивляет то, что организатором беспорядков стал человек, осужденный далеко не по тяжелой статье «Угон машины». Появился он в колонии за два дня до всех событий, а помогали ему еще двое, которых этапировали сюда 10 дней назад. И вот это, конечно, настораживает. Получается, что организовать бунт в колонии можно всего за два дня, причем бунт массовый. Я считаю, что в колонии общего режима такие требования, там и так режим общий, то есть он достаточно, ну, не могу сказать, что комфортный, но самый мягкий по сравнению с другими колониями, с иными режимами. Но в данном случае я хочу сказать, что надо разбираться с реальной, с реальной подоплекой, с реальными причинами вот этого бунта. На этом странности не заканчивается. В 35-й колонии нет рецидивистов, это заведение не строгого, а общего режима. Более того, туда постоянно пускают журналистов. То есть ее не боятся всем показывать. Там же проводят соревнования между исправительными учреждениями. В марте, кстати, прошла очередная спартакиада, а в конце прошлого года в колонии номер 35 открыли молельную комнату для мусульман. Сделали это специально. Около полутора лет назад их стали сюда этапировать.